Домашний насилие Сегодня юристы, я это прекрасно понимаю И что я уже немножко люблю, потому что это свойство всех юристов, наверное Хочу сегодня поговорить о том, как домашнее насилие связано в контексте С теми проблем, которые в принципе постоянно задают иммунизм Проблемы патриархата, насилие в обществе И для начала приведем нашу статистику Официальная статистика МВД за 2013-го, за 2014-го нет, к сожалению Вот это статистика приговора То есть это статистический претендент Когда люди обращались в полицию И дела подошли до суда А мы сегодня с вами будем говорить о домашнем насилие Поэтому нас интересует колончик в семье Вот здесь, скажем, очень хорошо видно разницу цвета Но вот более светлый цвет Это те преступления, которые были совершены в отношении женщины Вообще по всех графах Мы видим, что всего было 390 тысяч преступлений А в доме уже 63% совершено в отношении женщины А в доме уже 63% совершено в отношении женщины А в семье уже 73% А в отношении супруг между супругами 91% выстрадавшие женщины Таким образом мы видим, что чем меньше ячейка Тем больше насилие в отношении женщины Здесь следует еще отметить Что разница между домом и семьей Посмотрите на такие цифры 105 тысяч и 27 То есть что же такое Расходило в остальных 80 тысяч преступлений Которые не попали в семью Большей частью это семьи не загрестированы То есть нашу специальную статистику Попадают только за регистрированные семьи И отношения родитель Ребенок, муж, жена И я хочу обратить внимание Запомнить вас именно на процент Да, что друг у супруга и 91% И эта статистика мировая К сожалению Так сложилось исторически Что в вопросах домашнего насилия 91% выстрадавших это женщины Поэтому, когда международное сообщество Говорит о домашнем насилии Международное сообщество Конфицирует его Как дискриминацию Поблизу попова То есть дискриминация нервов И дискриминация Уршение отношений женщин В силу того, что они женщины А вот отдельно я выделила Женщина-потерпевшая Вот по специальной статистике Только 17 преступлений В отношении женщин происходит в семье А на человеку 64% преступлений происходит в доме Вот такая вот Добавная статистика Что же это такое Домашнее насилие Вообще Что мы определяем И международное сообщество В том числе и эксперты Которые в этой области Работают Домашнее насилие В первую очередь Домашнее насилие Это повторяющийся элемент Мы все с вами знаем Что оно может быть физическим Экономическим Психологическим Если что-то вдруг непонятно Не стесняйтесь задавать вопросы Потому что я подозреваю Что это культуре Который уже Наверное Более-менее В курсе Поэтому я не хочу быть нудной И повторяться Соответственно Домашнее насилие Это всегда отношение Между объектом и субъектом Насильственное место Между близкими и людьми Проживающим Это не Карагуа От Перу до Индонезии К сожалению Ни одна страна мира На сегодняшний день До конца не победила Домашнее насилие Но в то же время В зависимости от того Как государство Реагирует На сколько развито общество Домашнее насилие Уже больше и меньше Таким образом Домашнее насилие Представляет систематически Повторяющиеся акты Физического Физического Сексуального Экономического Воздействия На близких Людей Которые Совершаются Объект Он хочет власти Контроля Много объектов Он хочет живого Постоянного Соответственно Эта система Происходит постоянно И это всегда Происходит против воли Людей И это воздействие В отношении близких Это то Как это происходит В этом смысле Достаточно Показательный цикл Насилия И это тоже Нужно знать Особенно Очень часто Мы встречаем Представляющие Женщины Домашние Насилия Для того Чтобы понимать Как вообще С ними обращаться И на каком этапе Они находятся Когда мы говорим О том Что это система Мы должны понимать Что они бегают по кругу То есть Этот субъект Гоняется За объектом И сначала Происходит Статья нарастание Преживений То есть Отношения Люди Могут В семейных Отношениях Возникает Напряжение Между Людьми И это напряжение Действительно Чувствуется Инограция Рассказывает Что я чувствую Что скоро Это произойдет По его манере Поведения По тому Как он говорит По тому Как он действует И вот это напряжение Валивается В случае насилия И здесь стоит отметить Что домашнего насилия Никогда не бывает В чистом виде Например, только физического Да? То есть не бывает Потому что он не убьет А психологически не харассит Оно всегда высшит Свободностью Это всегда Физическое насилие С психологическим насилием Да? С экономическим насилием И сексуальным насилием Чаще всего Это вот этот комплекс Насильственных отношений Так как человек хочет Власти контроля Это насилие Он включает практически Все сферы В которых он Да? Находится И Ну, я не думаю Что это Потому что все понимают Что это Физическое насилие Психологическое насилие Да? Сексуальное Экономическое Да? Мы всегда понимаем Все что происходит Против человека Это насилие Неважно Какие отношения И вот после случаев Этого активного насилия Чаще всего Кстати На первых этапах Мужчины Они его не воспринимают То есть Они не думают Что они неправильно Они признают Что они неправы И начинается Статья раскаяния Они изменяются Они дарятся Делают подарки И повторяют Что это никогда не Перезойдет Это происходит Постоянно И в этот период Как раз Мы с вами Часто слышим Что женщины Не подают землей Или подают И забирают Женщины вызывают Полицию А потом просто Принцесс их отпустить Вот обычно Все это происходит На фазе Фаза 3 Фаза 3 Достаточно интересная Фаза Потому что Она единственная фаза Которая сокращается Со временем Все фазы возрастают А она Сотращается Чем дольше Люди бегают По вот эту грубу И здесь Надо понимать Что на самом деле Эта груб Сдает только насильник Страдавшая В силу Того Что она находится В насильственных отношениях В силу того Что чаще они Обычно Зависимы Как психологически Так и экономически Чаще обременены Детьми Общим имуществом И так далее Они не задают Ход событий Этот ход событий Всегда задает И вот Со временем Он эту фазу Раскаяние Сдвигает Она со временем И исчезает Когда он раз совершил Насильник Перезошел Два Три Пять Десятый раз Можно уже и не приняться А вот Фаза 2 Обычно Когда растет И со временем Чем чаще Чем дольше Тем чаще Возникает Карта насилия И фаза 3 В итоге Исчезает И после этого Обычно Возникает Либо убийство Либо Убийство С целью самообороны К сожалению И все это происходит С одной целью Да Здесь очень важно Что цель Агрессора Это власть Контроль И добивается Он ее Одним способом Он должен быть Страх И вот Страх Это тот показатель С которым Живут все Страдавшие От домашних Насилий Они искренне боятся Это Страх присутствует Во всей их жизни То есть Начиная от того Что Допустим Она видит Что пришло время Он скоро вернется домой И заканчивая тем Что страшно Присыпаться Положен И этот страх Как раз способ Определенной Контроли И власти Именно Благодаря страху Этот человек Может Человек Допустим Свою Тут Немножко Сдвинулась Разности Наших Систем Обратите Внимание Мы Здесь все Знакомы с феминизмом И с тем Что мы Феминисты Смотрите Домашние Система Очень Система Эта Система Выстроена Целью Системы Власть Контроль А помощником Является Страх Совершенно Патриархальны Совершенно Выстроены В патриархальном Обществе Мы С вами Можем увидеть Что На самом деле Фактически Очень Патриархально Складывается Система Власти Контроля Одного Кто сильнее Право Сильного Право Командовать Потому что Ты сильнее Необязательно В физических Ресурсах И Отсутствие Любого Права Слабого Поэтому Все Международное Сообщество Домашнее Насилие Домашнее Насилие Об этом Бывали Можно Насиловать Международное Домашнее Насилие В том числе Мы Кто В Возможно Если В таком В таком В таком Заглере который дал нам международный орган и право быть равными друг с другом, право не подвергаться насилию, право на жизнь безопасности, то есть те основополагающие права, которые мы с вами сегодня имеем, которые назначены для людей, потому что все хорошие люди, обладаем человеческим достоинством. Конвенция защиты прав человека основных свободов. Это европейская конвенция, как это называемая. Вот все вот эти документы тем или иным образом затрагивают вопрос, в том числе и домашнего насилия. Потому что все они затрагивают вопрос дискриминации по признаку пола. И здесь в международном округе, в какие бы они были, нет никаких совершенно иллюзий. Все указывают на то, что домашнее насилие, в связи с тем, что мы живем до сих пор в большинстве стран патриархальных обществов, это тот патриархальный предрассудок, который, скажем так, пережит патриархального общества. И здесь не могу не остановиться на конвенции ООН и ликвидации по дискриминации в отношении женщин. Вот это тот основополагающий акт, который вообще впервые в 79-м году сказал, что вообще-то на сегодняшний день женщины дискриминируются во всех странах. И эта конвенция, не знаю, то, что она была написана юристами, но не очень сильно повлиялись феминистки той волны. Я просто, вот прям самые такие мои любимые выдержки, да, и к вопросу о том, как на самом деле именно феминистки, вот на мой взгляд, на мой взгляд, как юристы, вывели вопрос насилия в отношении женщин в международном уровне, благодаря своей деятельности. И мы это можем увидеть в авторах в том, как эти авторы написаны, в том, какие слова они затрагивают. Вот, в самом примере. Мы с вами знаем, да, что дискриминация сложилась в том числе отношениях женщин в том, что они женщины, да, в силу их инпродуктивной функции и так далее. И вот, например, вот конвекция сразу говорит, что роль женщин в продолжении рода не должна быть причиной дискриминации, поскольку воспитание детей требует совместной ответственности мужчин и женщин. А. Необходимо изменить традиционный роль как мужчин, так и женщин в обществе и семье. Особенно в 79-м году достаточно прогрессивная фраза, которые, ну, в тот момент боролись очень многих женщин за достижение этого факта реального равенства, да, отправленного друга с каким-то патриархальным стереотипом и привычком. И, например, одна из основных обязанностей в этой конвенции – это изменить социально-культурную модель поведения, да, мужчин и женщин с искоренением предрассудков и упразднением всех обучений, которые дискриминировали женщин. Одним из самых прогрессивных на сегодняшний день актов, которые действительно дают женщинам реальную защиту и возможности – это комменция Совета Европы о предотвращении подместного насилия в отношении женщин на нашем насилии. Если говорить объективно, то есть все то прогрессивное, что было создано активистами, все то прогрессивное, что было создано прав защитницами, попало в эту манализию, где черным по белым, не скрывая, написано просто, да, что домашнее насилие гендерное, что насилие подвергается у женщин, и что мы не можем облицать этот подход к борьбе с тем, что насилие. Потому что это – непосредственно гендерное насилие и дискриминация в отношении женщин. Возвращаясь к кОменции «Откividad 44 дискриминации в отношении женщин, я вот просто хочу вам сделать выдержку того, что такое дискриминация по местным международам». Пока вы читаете, я вам расскажу, что в этой кОмене еще России раз в 4 года отчитывается комитет УОН «Откуда 44 дискриминации в отношении женщин». Они даже специальным комитет создали, для того, чтобы защищать женщин на международном уровне. Россия, кстати, у нас отчитывалась в охоте. И это достаточно любопытно, да. Потому что, как вы знаете, у нас в стране нет законодательства из профильного защищающего женщин от насилия, в том числе и домашнего. Но вот нам, представитель делегации, пообещал, что будет. И будет принято в этом году. И, говоря о том же, что такое... Мы надеяли, да, что домашняя среда – это дискриминация. Так вот, согласно Конвенции, согласно даже всем темно-тактам, которые, помимо Конвенции, были написаны, есть два мер, которые можно вообще использовать для того, чтобы отбороться с домашним насилием. Нам нужны законы. И это понятно, да, нет правового регулирования. К сожалению, без законов не сможем функционировать эффективно. И изменить свою социальную культурную модель поведения. Искоренение предосудов, ходочих стереотипов. Основная идея неполноценности, превосходство одного из полов, и установление равнодрестности и позитивных. То есть совершенно то, о чем мы говорим, о чем мы и говорим каждый день сегодня. И у меня есть вот очень отличный пример. Это Индиан, например. У них одна самая прогрессивная законодательность против домашнего насилия – насилие отношений с женщиной. То есть отдельная акция, чтобы дискриминация, сексуальную харассмату, про харассмату. У них просто… ну, законодательство отношений, у них даже если отдельный акт, которым именно женщина выделяется не так. Но прогрессивнейшее законодательство, при этом уровне насилие отношений с женщиной настолько высокое. Почему у сканодайцев не сработало? Потому что пока он уже реагировал. Пока у нас у всех. То есть, например, у того же полицейского, который должен реагировать на домашнее насилие, есть свои предрассудные стереотипы, соответственно, мы никогда этого не избавимся. Последняя новость, когда у них там какой-то их общественный деревенский суд приговорил женщинам изнасилования. То есть, при этом сканодайцев там это категорично заключает. А это у них там какой-то местный общественный уровень. То есть, когда там у людей традиционно-существляют культурные модели и предрассудки обучающие стереотипы, может менять самые совершенства рода Семен-Земны и ничего с этим не делал. Да, вот по поводу как раз вот комитета. Комитет имеет право официально диктовать конвенцию. И, соответственно, он подчеркивает в том, что насилие в отношении женщин означает это дискриминация в силу того, что... И комитет повторяет это, там, на протяжении, там, я не знаю, с какого-то года, когда он первый раз выпустил свою, одну из своих рекомендаций. И важно это почему? Потому что сегодня, не имея правового поля, принадлежащего Российской Федерации, мы не имеем никаких законов. То есть то, что у нас есть, я вам расскажу, оно работает плохо. А между тем, все международное стандартистство призывает нас, да, Российскую Федерацию, принимать целый ряд определенных законов. Почему это? И это важно, да, потому что когда мы говорим о том, что даже не принять специальный закон, поддерживающий женщин, это не дискриминация мужчин, как очень часто мы говорим. Это те позитивные меры, которые должны принять каждое государство, чтобы оборотить эту систему, системное явление. Под насилием фекинской платформы действий, я думаю, есть, ну, кто давно работает, наверное, многие слышали, это один из самых, что это в 90-х годах принятый акт, это акт, который продавали общественные организации, женские организации, акт, который продавали феминистки, продавили они вот в такой степени, что в Пекине в 95-м, насколько я помню, году была подписана фекинская платформа действий более сотен государств. Я это рассказываю почему? Я это рассказываю потому, что я считаю, что на сегодня мы реально можем влиять на общество, даже с тем ресурсом, которые у нас сегодня есть. И деятельность каждой из нас, она очень важна для продвижения, в том числе даже вот таких вот вещей, как законодательство международного уровня. Насилие в отношении женщин нарушают, да, все то, что я говорила, это целый список базовых прав, которые на сегодняшний день должны соблюдаться. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не в отношении Иванова, Кустрова и Сидорова, который убьют свою жену, речь идет о том государстве, которое должно создать такую систему, чтобы помочь каждой женщине, которая пострадала от домашнего насилия, и предпринять все возможности, чтобы это домашнее насилие не произошло. И это международный подход, поэтому для того, чтобы защитить от домашнего насилия женщин, необходимо его предотвращение, включая законодательство, да, и здесь целый ряд нет, которые могут быть действительно созданы. Защита потерпевших, расследование актов, наказание виновных, обеспечение консенсаций. Вот я вам дальше расскажу, что у нас нет ничего из того, что здесь есть в области. Вот те рекомендованные меры, которые должно принимать государство, да, очень доступные и понятные. То есть, когда у нас, например, очень часто люди выбирают, что домашнее насилие ездить было и будет, и вот это наша традиция, и мы ничего не с этим сможем сделать, это все ложь и провокация. Потому что, на самом деле, есть очень давно разработанная система того, как мы можем бороться с домашним насилием эффективным. То есть так, как, например, это делают шведы, или делают канадцы, да, или тот путь, на который встали те же, там, белорусы, Казахстан, которые только начали в свой опыте. Мы пока, к сожалению, даже не в начале, мы еще не встали на этот путь, но я надеюсь, что, может быть, больше мы на этот путь зайдем. И, как вы видите, здесь очень много важных аспектов таких, как, да, запретить акты насилия в отношении женщин, а также грузы, преследования. Вот преследование у нас, например, сегодня вообще не запрещено. То есть можно хорастить, преследовать кого угодно, сколько угодно, будут ждать, пока преследование нападет. И, на практике, к сожалению, это приводит к тому, что у меня вот несколько дискотерпешек, которые скрываются от своих копинчиков, просто там, мне не меняли имя и фамилия. То есть меня не меняли реальных моментов, потому что ничего им не помогало. Вот самый такой был яркий случай, когда у нас одно из моих потерпевших ее партнеры сделал так, что у нее замолчились в нескольких местах. И пришлось там целую трансплантацию челюсти делать. И он ей писал жуткие угрозы с такими фразами, что я отрежу голову тебе и твоего ребенка. Весь этот процесс, потому что мы вели уголовное дело, мы воролись за то, чтобы к ней применили мир в защите. На что судья сказала, что это просто слова, он же еще не отрежет голову. Более того, да, говоря о том, что домашнее насилие это не серьезно, это же все транслируется в том числе в правоохранительство органов, где стереотипы культурной практики. То есть, например, по этому делу судья у нас не просто сказала, что это не серьезно, судья нам написала, что да, законодательство предусматривает для этих случаев защиту потерпевших. Но это точно не такие дела. То есть, что угодно, а вот в ситуации домашнего насилия, типа разбирайтесь сами. Ну или когда отрежу голову, тогда и будем задраться. Мы его посадим, если отрежут, сказала она. Самая большая проблема у нас это вопрос того, что женщины сами должны доказывать насилие. И мы об этом очень подробно поговорим. При этом у нас нет никаких реальных эффективных возможностей защиты женщин в рамках процесса. То есть у нас нет ни метод превенции, так называемого предотвращения. У нас нет ни эффективных законов, защищающих женщин от насилия. И государственные финансы расследования этим делают, потому что обязанность расследования возложена у потерпевших. При этом мер защиты к ним также не применяется, у нас учение системы защиты так называемых окравных ордеров, которые действуют во всем мире. А с пробонарушителями у нас работают только общественные организации, которые, и то, добровольно к началу, если пробонарушитель сам придет. Кстати, на самом деле приходят у нас, если в Питере работают мужчины 21 века и сейчас в Парнауле, они еще дают опыт по разным другим регионам. Мужчины приходят обычно, но и она подалась за рейд на развод в ладу сторон. То есть когда они обычно вот так вот приходят. Борьба с повторной оптимизацией. Это тоже очень важное. У меня большинство потерпевших после того, как доходят до конца, говорят, что уж никогда, никогда ни при каких-то обстоятельствах они не заедут. Тот процесс, который на сегодняшний день создан, к сожалению, приводит к тому, что человек в этом процессе испытывает практически такие же моральные страдания, которые он испытывает от домашнего насилия. И это та повторная оптимизация, с которой мы столкнулись постоянно. Поэтому очень часто тоже говорят, вот они приводились к судебному процессу. Я расскажу, как это обычно происходит. Когда подается заявление судье, мы потом рассмотрим подробную процедуру и объясню, что не так, судье очень хочется рассматривать эти дела. Судьи у нас эти дела просто не нанимы. И они начинают с первой фразы, которую слышит пострадавший человек, говорит, что вам это вообще сильно надо. Вы хотите, чтобы ваши мужи были осудились? А вот я им сейчас подскажу, он на вас тоже заявление подаст. Вот у нас таких дел очень много. И в силу того, что ресурсы мужчин очень часто выше ресурсов женщин, мужчины, поверьте, мне бегут с такой скоростью подавать заявление первыми, что мамы не дают. И, допустим, очень часто, когда все женщины облюблены детьми, и они не могут ходить по этим судебным процессам, у мужчин этих проблем нет. Поэтому мужчины у нас очень активно представлены в статистике по делам и преступлениям, совершенным в семье. И чаще всего это встречные заявления о побои. То есть, к примеру, у нас есть история длительного домашнего насилия, мы идем в суд, и на следующий день он тоже будет встречное заявление о побои. И судья весь процесс нам будет рассказать про то, что сейчас я нам, всем сестрам, всем ребенку. Соответственно, привлеку всех и вся, если не примиритесь. Дать говорить, что она не привлечет, конечно, я не могу. Потому что я не знаю, что он сидит, он говорит. И чаще всего страдавшие просто действительно уходит от примирения. Потому что то давление, которое на них оказывается, то та оптимизация, которая происходит. Потому что это очень убедительно. Обычно по делам домашнего насилия разбирается все. Кто был, что делал. Все наши мифы, да, мы помним, да, такие мифы о провокации, о том, что сама виновата, и, соответственно, неправильно себя вела, и поэтому получила по-моему в городе. Это все очень ярко транслируется в судебных заседаниях. Поэтому, наверное, одни из самых эффективных мер это подготовка тех, скажем так сказать, фолдеров, да, то есть тех специалистов, которые связаны с этой проблемой с тем или иным способом. На сегодняшний день каких-то системных подготовок не существует. Вот сегодня, буквально с утра мы читали тренинг для часов полномоченных в сельской местности. И то это там делается общественными организациями, там, на каких-то более-менее началах, и подобного системы никакого не существует. А мы, как мы видим, да, что у нас бороться с стереотипами в рамках вот правоохранительных органов тоже очень-очень-очень-очень. Тем более, что обычно со системы правоохранительных органов строятся тоже на власти и контроле. То есть это та же система поведения, которая присутствует в домашнем насилии, да, они выстроены в той же самой иерархии, где верхний давлеет над нижним и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому эти отношения для них очень часто достаточно просты и понятны. Сильно имеют право это делать. То есть это та идея, которая вообще в генерале Нитю проходит по всем истерям домашнего насилия. Что если ты сильнее, ты можешь это сделать. Одна из основных, скажем так, задач, это сбор статистических данных и проведение исследований. Вот сегодня, к сожалению, у нас практически нет нормальной статистики. То, что я вам показала, вот это та самая статистика приговора. Если учесть, что женщины обращаются примерно на седьмой раз в полицию, а до суда доходит примерно одно дело из ста. И об этом, кстати, варе оценки полиции есть. Очень часто это замыливается и на сайте полиции, и в суде замыливается. То есть, соответственно, вот те 27 тысяч женщин, которые пострадали в семье, я считаю, что надо умножить на 100. Когда это будет более или менее правильная цифра. Просвещение населения проблем и насилия в семье, в том числе с помощью СМИ с целью борьбы со стереотипами и предрассудками. И то, что у нас сегодня происходит, постепенно, слава богу, мы этот вопрос поднимаем, в том числе в общественной среде. Все больше и больше об этом стали писать правильно, без предрассудков, без стереотипов. Не транслируя все эти негативные практики. Но, опять-таки, когда мы с вами видим, что есть силы, которые продвигают совершенно иною, кто-то есть, кто-то продвигает традиционную, патриотальную силу, и этого не скрывают. Но в то же время надо понимать, что никакие традиции предрассуды и обычаи не могут являться основанием для насилия. Потому что мы помним, что насилие в семье на уже целый ряд. И оно просто недопустимо. Любое насилие на личности как само по себе, как каковое. Создавать и поддерживать службы по оказанию помощи жертвам насилия, оказывать услуги. Это то, что должно все государство делать. То есть это не должны Иванова, Петрова, Сидорова, общественная организация «Ромашка» делать. Это должно делать государство, потому что государство имеет достаточно ресурсов. Вот на сегодняшний день в Москве два центра. Ну, фактически один, просто в двух местах находится. Ну, сколько? Места сто, наверное, от нас, да? Не больше. В городе 12 миллионов населения. Ну, просто это ничтожное количество. При этом самое ужасное, что эти места практически пустые. Потому что те барьеры, которые существуют для того, чтобы попасть в этот кризисный центр, настолько велики, что для того, чтобы попасть в этот кризисный центр, нужно собрать три миллиона документов. А по сегодняшнему законодательству тебе надо еще доказать, что ты, ну, скажем так, экономически не способна, да? То есть ты экономически нуждающийся. И вот здесь самое страшное откроется в доступе пострадавших к этим службам. Когда те или иные службы оценивают экономическое состояние женщины, чтобы понять, достойна ли она оказалась, настолько, чтобы попасть в этот кризисный центр, они рассчитывают общий доход семьи. То есть в том числе и доход ее не нужно. А мы с вами помним, что есть еще такое понятие, как экономическое насилие. И как раз, понимаете, да, это же очень часто потому, что этот насилие происходит в семьях алкогольных, там, в семьях каких-то социальных или психических заболеваний. Нет, это может быть совершенно приятно, люди свои. То есть если меня спросили, вот, кого вы можете считать насильником, да? Вот кто вот водопадает в этот типах, кто угодно? Вот не она водопадает же. То есть при этом может быть совершенно, там, сантехник Иванов, бьющий, не будет насильником. Да, то есть поэтому, это вопрос очень такой, да? И когда они оценивают, для того, чтобы попасть в сумму, нужно принести справку о доходах кружек, которые тебя бьет. То есть, естественно, понимают, почему ты на этот пустой. Ну, потому что до них просто не добраться. Ну, благо сейчас несколько, ряд регионов стали бороться с этой практикой, понимают, что это была совершенно абсурдная практика. Но вот по экономическому насилию, например, у нас по одному случаю, ну, даже не по одному, или целый ряд случаев, где женщины не видят, где они гадают. То есть они сидели дома в семье заперсти. Я здесь, наверное, понимаю, что эта изоляция происходит очень быстро. Когда эта система, когда вы начинаете бегать по этому кругу, это все происходит достаточно быстро. Все начинается с гиперопеки. Очень редко, кто бьет, там, не знаю, встретились на первом свидании, сразу классно. Кто бывает очень редко? Бывает. Бывает, бывает. Но обычно женщины сразу как раз и бегут. То есть они понимают, что насильственные отношения и бегут. А вот домашняя себя очень-очень хитрая штука, она развивается очень хитро. То есть люди же женятся, даже живут какое-то время вместе. А самое ужасное, что чаще всего женщины в первый раз в уме падают, когда они при состоянии беременности. То есть когда это самое уязвимое и слабое состояние женщины, да? Вот тот момент, когда она реально, там, в силу физических особенностей, организм уже не может, там, активно сопротивляться и боится и так далее. То есть самое слабое состояние. То же, чтобы вызвать страх, чтобы дальше власть и контроль проявлять. Поэтому потом, когда вот это происходит, человек, естественно, изменяется. И он начинает упражать по терапевту. То я на практике это видела просто, ну, в каждом случае, вот это происходит. То есть никто не говорит, они слышали, а может, ты хочешь ходить на работу? Ну зачем? У нас же семья, мы будем жить дома. Ты будешь следить за детьми, это же так здорово. Ну это прекрасно, здорово следить за детьми, если все там пообоим, по-моему, согластью, никто никого не обижает, да, грубо говоря. Вот. Потом, а зачем ты ходишь к подругам? Ну зачем ты к ним ходишь? У нас уже семья. Ты слишком часто едешь к своей маме. Мне кажется, твоя мама меня не любит. Через несколько лет эта женщина у нас как-то садовала, практически. Она изолирована. Все вокруг, что у нее происходит, это он, который выгоняет ее по этому кругу. И в этой ситуации у нее обычно нет ни денег, у нее уже обычно нет людей, потому что, ну как же ж, не надо в подружку приходить, а в социальные связи имеют свойство разрываться. Очень часто не поддерживают традиции, женщина остается одна сама с собой. Вот ко мне приходили женщины в одежде на два размера больше и так далее, потому что у них не было денег и все, все, да, вот этот ребенок. Она осталась дома, у нее уже их трое, причем там последний ребенок и так сексуального насилия, да, точнее изнасиловал, так называя вещь, современное. Она, соответственно, не может работать. Она не видела денег, то есть она их не видела уже несколько лет, просто в руках не держала, в прямом смысле. Всю одежду покупать на ней сам. И все, что нужно этим, и все, что нужно для еды, он решает сам. То есть власти контроль, который окружает полностью целиком, этот человек просто не выдохнет. И самому, естественно, из этой ситуации не выдохнется. Причем далеко не все это может быть физическое насилие. Потому что у нас, например, был случай, когда он реально заперз женщину. Он ее не бил, но он ее заперз дома, и его все психологическое насилие было настолько сильное, что он еще не покончил с собой. Потому что очень часто женщина нарушает, что они наши лентиспособные. И они начинают это верить. Потому что если тебе ты расскажешь, что это свинец, вдруг закручиваешь. И это система, которую они пользуются, и она все это действует. Поэтому можно активно, например, когда у нас в ситуации полная изоляция, девушка прожила больше года. Она забеременовалась. Сначала он это оправдывал с заботой, что зачем ты будешь выходить. Они жили там где-то на Сибирском, дорог толкового нет, скользко, упадешь и так далее, и так далее, и так далее. В итоге через некоторое время она думала, что у меня даже куча после этого нет. Телефоны не работают, а интернет очень вреден, потому что временем за компьютером нельзя находиться. И она оказалась в полной изоляции. И очень долго. При этом он приходил, постоянно был недовольный. Вот она мне урастала, потому что ощущение, вот эта стадия напряжения, она все как, я чувствовала, что еще чуть-чуть он меня ударит. Но он никогда не видел. И это настолько давлело, что она уже меня расстратывала, потому что я уже хотела, чтобы он меня ударил, чтобы просто это прекратилось. И очень часто, кстати, сотрудники полиции говорят, ну вот видите, она же сама это доводила. Очень часто женщины с этим настолько это ставят напряжение пыток для человека, что они реально думают, что пусть уж лучше ударят. И это все закончится, вот это все психологическое насилие, давление, вот это все, когда тут угроза постоянная, там, замахи или там резкие движения, в любой адрес. Ну вот у нас-то там девушка чуть не поманчила с собой. Потому что даже после того, как она рыцала, он ее сразу забрал домой, она с ребенком даже не ходила, чтобы гулять можно на балконе. А с учетом того, что она уехала с мужем в другой регион, где он работал, вышел, а вот у нее не было ни одного знакомого. У нее не было наглядно, на телефон вообще-то бывает ничего. Вот такой год она провела в завязании. Что есть у нас на сегодня? Слезы немножко, ладно, расскажу. Как вообще Россия сможет нам домашнее насилие? Ну, у нас все простые, как два рубля. Поэтому у нас спрещено любое насилие. Ну, то есть любое насилие в отношении человека, оно спрещено. Зачем нам будет забедлять какие-то особые акты насилия, хоть домашнее насилие, кому это вообще нужно? Ну, а тут видите, прекрасное сканодельство уголовного кодекса. Ну, первое, что хочется сказать, что уголовный кодекс действует, когда уже ситуация произошла. Без кост-фак. Поэтому мы подождем пока ее побьют, либо углют. Тогда, может быть, мы будем делать что-то делать. Убийство, тяжкие ли здоровье и так далее. Стоит сказать, что чаще всего все начинается с актов слабого насилия. Шлипки, удары, толчки. Все начинается с этого. Вот это вот та первая стадия. И это обычно побои, но и календару. Чаще всего побои. Эта стадия побоев может быть несколько лет. За эти несколько лет женщины настолько начинают сильно страдать, что у них реально называется Дагольский сандром. То есть у них реально полностью психологическое, ну, то есть очень серьезные, слабительные отношения, они уже не могут не выйти из этой ситуации. Они уже живут, для них уже насилие остановит свою жизнь. То есть это? Если угроза уменьшима и причинение, что выдаст здоровье, это главная статья, то почему, собственно, за сообщение тебе одежды в голову не наказывать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я на него отвечу. Дело в том, что к этой замечательной статье и замечательной комментарии Верховный сударь, который скажет, что угроза убийством должна быть реально исполнимая. Вот что такое реально исполнимая угроза убийством? Верховный суд тарактует так, что это, например, по практике у него должен быть мужик в руках, нос, и должен идти на себя ради, я тебя убью. Тогда это угроза. Хотя я считаю, что ты уже куша или угроза, это уже никакая не угроза, у меня уже будут собираются убивать вообще конкретно, да? А на самом деле, да, то, о чем мы говорим, нашли угроза, это всегда то, как человек это воспринимает, да? Да, и мужчина над женщиной же тоже часто отвечает на тем, что мужчина может бить головой руками. То есть не обязательно ему ношу бить руках, да? То есть он может бить ее головой об стену, например, да? И забить ее должности просто, да? Например, как с дьяволом Кулаковой, когда девушке, которая убила своего мужа. Достаточно известное дело. Тут буквально какое-то долгое время, недолгое, в августе ее отпустили из-под стражи. Она очень долго испытывала домашнее насилие. У нее было полиции. Она много раз заявляла в полицию, но у полиции реально нет полномочий по этим делам. Я по этому поводу расскажу. Никто не реагировал. Она подала заявление на развод. После очередного скандала его забрали в отделение. Он вернулся из отделения и стал ее просто убивать. На глазах полетал. Причем один грудничок она просто закрывала грудью, потому что он метал все на своем ключе. То есть она стояла, чтобы он не прошел по коляске детской. Он ее там мочил головой в стену. Вот такие вот вещи. То есть он на ней пасы прыгает. В какой-то момент он вспотел лежащий нож, и в одну вот ногу. И в итоге у него в бедренную артерию попало. Вот, кстати, в бедренной артерии у нас все время адвокаты. В бедренную артерию очень могла попасть в мышную. Но почему-то в ситуации самообороны, но женщина очень часто попадает в бедренную артерию. Видимо, там сверху все-таки что-то есть такое, что вышли наверняка. В итоге ее обвинили в причине тех, что вы заставили попившую себя человека. Показать дакошкам за убийством. Фактически ее обвинили в том, что она его убила. Никто не рассматривал историю о том, что там слышал весь подъезд к эту драку. Ребенок бежал в подъезд и кричал, помогите, убивают маму. То есть там побежал сосед, она была вся избивка, тот уже истекал кровь. До суда это не имело больших оснований. Первая инстанция приговорила липом к четырех годам решения свободы. Благодаря тому, что эта история вышла в СМИ. Благодаря тому, что многие активисты проводили пакеты возле здания Московского городского суда. Люди вышли как феминисты, так и борцы за право на оружие. Приговоры изменили, ее отпустили, ее не признали невиновной, самое интересное. Ее отпустили в амнистии и признали, что она превысила председание к таким обороны. И суд указал, что он и любил голыми руками. А она, то есть не было никаких оснований считать, что это его насилие, то он и все, чтобы больше, а она схватила его на нож. И это та практика, которая происходит постоянно. И еще одна история, кстати, с угрозой убийства. Наташа Тунникова, тоже достаточно сейчас активная девушка, которая выступает в поддержку послуживающих домашнего насилия, ее тоже был муж, и эта система домашнего насилия была достаточно удобная. В какой-то момент, разбивая, он ее потащил просто за волосы, а не только на седьмом этаже, даже в каком-то, на балконе. И все это время тащила в какой-то зал и сорала, я тебя выкину в балкон. У них в кухне, а потом в балкон ноги плохое. И она имела все основания считать, что когда он ее мочил несколько лет, что он ее спокойно-то выкинет. Потому что она, как она говорит, все, человек, ну, тормоз попал, и все, человек принесло. Он начал ее убить, оскорблять и так далее. И вот пока он ее тащил, она спокойно стала схватить нож, воскнула в гидро. Тяжкий взорвый, она ему попала в легкое, он остался живым. Полиция, приехав, забрала ее и сразу заколала наручник, это взяла в ОВС. У нее было сотрясение мозга, у нее там, ну, просто не, у муниции, они уже были в ОВС. Ей не вызывали скорб, она подала к оговору, припросить рвалок, потому что это сотрясение мозга. Полиция сразу сказала, ты не докажешь, что это была в ОВС. Ну, потому что, может, у тебя всего лишь сотрясение мозга, а ты не можешь врезать в ОВС, вот такая вот негодяйка. Что-то не могла потерпеть, что-то подумаешь, чего ты вообще решила. И первое, что они сказали, это то, что не было никаких реальных оснований, считаешь, что выкинули ее из волкона. Как это можно осуществить, не находить? Я не знаю. Потому что я думаю, что если тебя бьют, кто-то так назывался и кричит, я выкину тебя из волкона. И тут, наверное, ты оценишь, что это реально. Но, по-моему, я бы оценивала, это точно реально. Да? Потому что это реальная опасность для жизни. Но, к сожалению, это так. Это не только ситуация домашнего насилия, это ситуация изнасилования тоже очень видно. Вообще, ситуация гендерного насилия, можно четко проследить то, что права на защиту у женщин нет. Права на сопротивление у женщин. То есть система не видит этого права. Как такового. Особенно ситуация изнасилования тоже, можно жалеть. Не знаю, потому что это не наша тема, но все-таки я коротко расскажу. На целом несколько кейсов, когда на женщин нападали, и они воспользовались средственной обороной. Несколько кейсов был мой коллег, адвокат за Алексею Пашину. Где по одному кейсу девушка шла в лесу, собирала грибы. На нее заедно пал мужчина. Повалил ее в кусты. И она над подребным ножом попала ему в легкие. Тоже очень долгое время, вообще очень чудо, привезло, что люди прокретируют в нее в отношении к уголовной теме, чтобы убедили по убийству. И замечательно было указано, что на самом деле она не была обороной, потому что она могла убежать. То есть он у нее оказал, что она могла убежать, по-версски следствия. Воспользоваться мобильным телефоном или позвать на помощь. Она в лесу собирает грибы. Внимание. У нее всегда очень интересно. На нее напали заедку варень в кусты. То есть она же могла, по идее, повезти следователя, чем сам уже следователь вложенщин. То есть это было ужасно. То есть почему вот она, это вот, подожди, подожди, дай позвоню. Да, то есть это так же было, когда они поедали. Но самая прекрасная, в кавычках, что все следователи понимают. Эти дела очень выгодны. Вот все дела по необходимому оборону, к сожалению, очень выгодны следователи. Искать никого не надо. Убийство есть. Убийство для них отличная статья. Любое раскрытие убийства влечет премию и погоды новой. Искать никого не надо. Обычно женщины находятся в таком шоком состоянии, что они подпишут что угодно, они все признают. Потому что он обычно как-то считается. Ну, люди же не юристы. Их спрашивают, ты убила его? А, да, боже мой, я его убила. А на самом деле она его не убила. А на самом деле почему смерть, если я необходим оборону. Но она-то не понимает разницы, потому что она не юрист просто. Да, его убивает. И поэтому даже там журнал «Следователь», не помню, там, за 2012 год, я написала на журнал «Следователь», российский «Следователь» называется. У них там есть целая статья о том, что любые дела по обороне надо наблюдать по убийству, на самом деле. Ну, потому что это красивая статья, слегка раскрываем. А можно вопросы? То есть в такой ситуации, если в лесу вот так случайно убить и гребенную ножом, проще вот оставить его лежать, убежать. И сделать в очки. Ну, а получается, ну, лучше на самом деле так, да, практически в ближайшее время. Пусть там валяется, кто там будет его приятный. На самом деле вам дадут, вам дадут конца. Да, потому что, если ты не вызвешь помощь, а тебя в итоге дают, то тебе практически конец, да? Ну, а ты точно не оправдываешься. Да, уже точно не оправдываешься. С другой стороны, ты все равно, в большинстве случаев, попадешь в сезон. Ну, по объективной реальности. И, например, мои подруги, да, с которыми я иду, сейчас говорят, а что делать-то? То есть, может, ну, потому что, иногда, может быть, у меня вот нереальности подустановят, потому что я тогда лучше путешествую, чем я попаду в сезон. И возникает вопрос, да, там, а мы же никогда не знаем, чем это закончится, да? А вдруг он убьет. Ты же никогда не знаешь, ну, к чему это ведет в конце, потому что он решает, не ты решаешь, он решает, что делать с собой. И, соответственно, возникает, то есть государство ставит у нас такие условия, что или не смертный, или не смертный. То есть, ты должна сидеть, ты должна на этот момент выдавать, что вы убиваете. Но, к сожалению, сегодняшний день это объективная реальность. То есть, понимаешь, что, когда ты применяешь необходимый оборон, должна понимать, что у тебя реальная проблема. Ну, кстати, это одна из причин, почему я говорю о том, что об этой практике с ножами я лучше как раз качество обороны не учить, потому что нож – это убийство, уничтожение, нож – это оружие уничтожение. Мы просто недавно обсуждаем это, какого самооборона получить. Что же есть у нас? Самое ужасное, что все наши вот эти дела, побои или та, которая участвует, ну, конечно, по всему подреже, но побои, мышцы в течение легкого дозора – это дела, так называемые, частного обвинения. Вот это наша просто боль. Что это означает? Это означает, что полиция не возбуждает эти дела. Она не имеет права их возбуждать. Все ругают, например, когда в Молгороде произошел, в страшном случае, и мужик зарезал жену и детей, да? Все ругали полицейских, полицейских уволили, а между тем они не имели права даже избудить уголовное дело. У них нет такого права, потому что это же частное дело с ними, согласно государственной политике. И, соответственно, потерпевшая сама должна подавать заявление в мировой суде. То есть, потом вы можете прийти в полицию, в полицию здесь не воплодится отказ возбуждения уголовного дела, и отправить вас в мировой суде. В мировом суде она должна самоправленным составиться явлением, подъявить обвинение, собрать доказательства. Все это делает потерпевшая. И, представляете, да, человек живет в системе насильственных отношений, а теперь попробуйте соберите доказательства против адресного. Такая задачка из серии Impassable. И вся эта система частного обвинения, она что-то подкрепляет от людей о том, что это частное дело с ними, и не надо туда влезать. Что вроде как, ну это не серьезное преступление, ну подумаешь там что-то между собой, зачем мы туда будем вообще это регулировать. То есть, грубо говоря, право сильного. Кто сильный, а тот и прав. И на практике, ну, к большинству терпевших не доходят до конца, как я говорила, потому что собирать доказательства, иногда это просто опасно. Иногда это просто опасно подавать заявление, потому что преследователь. И чаще всего, например, когда мы работаем с пострадавшими женщинами, если уже предпринято решение подавать заявление, и тут женщина принимает решение уходить, первое, о чем мы думаем, это вопрос безопасности. То есть, как ее обезопасить, потому что насилие после этого, 90% после этого насилие становится еще сильнее. То есть, он не то, что не боится уголовного преследования, оно его еще раздаривает и злеет, и насилие становится более серьезным, опасным. Вот, кстати, что в истории Кулакова, что в истории Тунингова, ведь самое сильное насилие возникло именно после того, как они были заявлены. А при этом подавать заявление, я, естественно, знать не могу, потому что полиция вообще эти дела не сделает. Ну, потому что об этом очень никто не знает, потому что, ну, так, система надействована, что ты просто не будешь юристом, и ты никогда не прогадаешь. И вот, приходя в этот мировой суд на практике, да, эти дела занимают порядка полугода. Потерпевшей есть не просто, у нее есть обязанность ходить на каждое судебное заседание. То есть, каждый, каждый раз, ее заново опрашивают в этих историях, она каждый раз должна это вспоминать. Каждый раз она видит этого человека, который сидит в этот агрессор, и при этом, ну, они могут встречаться, сидеть вместе в коридоре, и это для них настолько травмирующий опыт, что просто, ну, люди срываются даже на этих стадиях, потому что все ходить постоянно. Ты должна, а при этом, если идти не будут, еще можешь жить с ним в одной квартире. И это становится просто опасно, да. И собирать доказательства, когда ты имеешь власти, у нас еще, ну, просто невозможно. Ну, к примеру, вот если бы он бил ее ременом, например, с практики, вот если бы он ее убил ременом, приехала бы полиция, приехали бы следователи, они бы осмотрели место пришествия, написали, вот такой бы кип-ву-ва, все отфотили, изъяли бы трюмень, веники, пакетик, прозрачники бы запечатали, сняли бы с него отпечатки пальцев, и так далее. А вот он ее не убил, вот такая вот дослата, не убил, поэтому не пыли приехала. А изъять могут применить даже не сами, а у нас никаких властных помощей, я не могу приехать даже, я, адвокат, я не могу перец забрать в его ремень, да и с него отпечатки пальцев. Таким образом, государство, да и знаешь, что, дорогая, иди к сама, в мировой суд, и доказывай это, в принципе, как ты хочешь. Ну, каким образом, вот как тебе нравится, при этом власти в помощи никаких не дает, в надежде на то, что, в принципе, никто не придет в нас. Потому что это явно очевидно, особенно, я не знаю, многие, может быть, слышали, что у нас Верховный суд вообще предложил убрать побои или убрать здоровье в уголовном опорте. Ну, ну, зачем, никто же не уходит? Ну, правильно, кто не уходит, потому что тут дойти нет еще. Целая история. А самое интересное, зачем? Потому что по этим делам нет лишения свободы, вообще. Основные наказания по этим делам штраф, либо условный, иногда есть право работы, ну, это уже очень редко. Штраф, особенно в ситуации экономической, зависимость материала, зависимость для женщин, это далеко не самая приятная процедура, потому что они выплатят его собственного права на семье. И справ работы редко очень назначаются, просто, ну, минимально в случаях. Поэтому чаще всего эти люди получают условно. То есть, ну, грубо говоря, никакого наказания. Женщина проходит полгода ада, повторной виктимизации, и в итоге, даже получив обвинительный проголок, в реализе получают ничего. При этом, смотрите, у нас нет никакого законодательства, которое бы защищало женщину из домашнего насилия. Да, то есть, вот этот период процесса, когда это действительно необходимо, когда это самая активная сильная угроза, к сожалению, сегодня у нас ничего из этого нет. Ну, вот, закон о защите потерпевших, который, как нам четко представлен в документе, в этих случаях действует не то же, потому что создав совершенно другие цели. Ну, и, как вы видите, здесь и нет очень сильных таких мер, которые реально можно применять в ситуации домашнего насилия. Личную охрану, всем представившим полгода жизни с личной охраной, это тоже вопрос очень реталлический, да? Охрана жилища мышц, вот то, что действительно нужно. Замена документов в крайних случаях, что есть гораздо более простые меры для того, чтобы защитить потерпевших, да? Вот мы все с вами знаем вопросы, ну, может быть, даже многие в кино обидели, да? Например, ему запрещено подлежаться к клиентам на сумме. Или там, он обязан покинуть живое помещение, как это происходит в любви. Вот это те эффективные практики, которые действительно работают, да? И на сегодняшний день проект закону сложен. Он написан, вот я, которые мои коллеги, многие общественные организации участвовали в написании этого закона. Где мы предложили целую систему межзащиты домашнего насилия, в том числе и эти приказы. Причем нарушение этих приказов копейчикам будет преступление против государства. То есть, государство, наконец, начнет эти дела расследовать. Мы предложили вывести из вот этой системы частного обвинения, да, про которую я говорила, дела будут, причиняю, поуглигая по городу. Потому что преступление должна расследовать полиция, да, то есть, сам человек не должен расследовать всех преступлений, потому что у него просто нет ресурсов возносов. Будет ли принят закон, я могу вам сразу сказать, я не знаю, да, потому что достаточно сильное влияние на других сторон, потому что у нас очень сильно борются за традиционную семью. и самое удивительное, что у нас те, кто говорят против закона, они лично говорят, а чего вы, давайте, не будет у меня никакой закон, давайте мы создадим всякие убежище, это много, и будем просто женщины отправлять в убежище. А на самом деле, такие идеи даже существовали в рамках разработки проектов несколько лет тому назад, лет 15-20 назад. Это никогда не будет работать, потому что, наверное, в ситуации агрессии агрессор тоже не будет. И очень многие у нас говорят, ну это же право собственности, ну как же он будет, если у него квартира. Вот тут, кстати, в европейском государстве целый ряд решений есть, что право собственности не может быть выше права не подвергаться насилию, не может быть выше права жизни. Поэтому, если человек урушает право на жизнь, право не подвергаться насилию, которые являются абсолютами, то знаете что, пусть он со своим правом собственности идет куда-нибудь далеко. И это достаточно неправильный подход. Но, к сожалению, у нас пока 12% только женщин будут думать, мы, наверное, не знаем. Мужчины не очень воспринимают эту систему. Но в то же время мы можем надеяться. И, кстати, еще к вопросу служб, никак женщины все не ходят иногда, потому что их службы находятся. Даже в Москве, вкладывать на этот тапешку у них было трое детей. Один мальчик, которому уже было 15, соответственно, там уже был вопрос вообще на сколько можно с мальчиком 15 лет проживать в крестнице для женщин. Другой мальчик это школа, третий был граничок. А крестнице находится в другом районе Москвы, там, у Голески. Они друг от друга 70 километров. А у нее больница детская, у нее школа, детские сады и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, когда мы говорим о домашнем насилии, очевидно, что тот, кто более, тот, кто прав, должен оставаться в среде местоживительства. Не надо из этой среды вынимать. Уходить должен просто не прав. Так, на этом официальная моя часть пекции закончена. Есть ли вопросы, что мы хотим с вами обсудить? Я хотела маленький вопрос задать. Вот ты говоришь, что насилие вызвано тем, что мужчины хотят власти контроля на женщине. Я вот не могу понять, как им может их отходить. То есть само общество структурировано таким образом, что в каждом сихоте отношения мужчины получают очень много власти контроля на женщине. И сама женщина не готова отдать эту власть. На самом деле, они и мужчины не сразу это внушили. То есть, когда это все происходит, обычно человек начинается в такой простой системе. Как обычно, что говорят мужчины в этой ситуации? Она сделала что-то не так. То есть, власти контроля должны быть абсолютно. И со временем они идентифицируют что власти контроля. Я хочу, чтобы она сделала вот так вот так, а она не делает. Поэтому она получила сегодня долго. Или я не хочу чтобы она туда подела. То есть, они это сами не идентифицируют как власти контроля. Они считают, что норма придерживая, но она действительно должна стоить. А власти будут должны быть абсолютно. Если можно, я добавлю про психологи, которые работают с агрессорами, они много сейчас устают писать о ощущении себя вправе. То есть не то, что они стремятся к власти и контролю, они просто ощущают себя вправе делать. Поэтому нет механизмов ограничения. Да, они себя не конфетируют, что я хочу иметь полную власть и контролю. Они просто так действуют, что на самом деле это так. То есть я в праве руководить тобой бомбом. Ты всегда въехал, да? Я в праве тебе указывать, как жить. И если ты моему праву, я подчиняешься, я в праве тебя ударить. И здесь стоит еще обратить внимание по поводу вот этой агрессии. Сейчас когда говорят о том, что эти люди не способны держать агрессию. На самом деле эти люди очень способны, но они же не пьют своего начальника в работе. У нас по одному делу был сотрудник полиции абьюзера. А я знаю, что за это ОВД. И я знаю его начальника. Там такой абьюз внутри ОВД. Но я бы не слышала, чтобы начальника кто-то бил. Ну, то есть он пришел домой, проявил свою власть. Он может контролю и всему понравиться. В этом смысле, кстати, очень любопытно еще почему. Мы активистки и юристки, кто этим занимается, мы уже встречаемся с той же самой системой. Когда мы начинаем защищать женщин, пострадавших от домашнего насилия, а эти же самые механизмы обидчики пытаются на нас переключить. Пришутся со стабильной, почему мы действуем против этого права. И это, кстати, тоже очень опасно, потому что они тоже считают, что они неправильно знают. Это поэтому у тебя просто... Ну, все активистки, кто урает, все знают, да, что абьюзеры могут быть реально опасны. Вот мы, например, только сюда мы ходим. Мы там с коллегой все время шутим по поводу того, что в отношении нас они реально пытаются прижимать ту же самую систему на практике. То есть, к примеру, представление потерпевших. Прихожу этот процесс. Первая связь. Он пытается познакомиться. Он прекрасен в суде. То есть, если она приходит ребенком два часа, значит, она реально не может сдержать себя. То он выдержанный, прекрасный мужчина в пиджаке. Он пытается очаровать себя в порядке. Судью, адвоката, секретаря. Показать, что на самом деле он нормально посмотрит шестеричь. И когда он понимает, что вот это вот очарование не подействовало, и что мы не причинились к его праву, он начинает привлекать загрязь. Уродины. Ну, там, в караське, например. Аня, шевнируясь, это, с одной стороны, очень успешное желание того, что Аня вообще просто, как очень смелая женщина, которая пошла и просто сделала и вынесла эту проблему. Потому что, ну, я не знаю, если увидели это какая-то, я не думаю, что ужасно. А с другой стороны, отношение к Богу было именно на миске. У нас по миске все 116, то есть все поболевали в бреды здоровью, все, без исключения которые были до миски, все попали. То есть, ну, мы достались все эти люди, остались без наказания. Могу рассказать, вот, наверное, один из самых успешных, действительно, случаев, которые, вообще человек, на которые я ножусь, это вот как раз та женщина, которая прочитала про меня на два разные работы в одежде. Вот у нее вот трое детей, как раз вот, три мальчика, разного, разного, взрослых, взрослых. Она терпела насилие 17 лет. Тоже после брака, фактически, потому что с какой-то более времени, насилие началось. И вот она вызвала классическую жизнь. Сначала это терапевта, потом, прости, я больше не буду. Один раз после первого насилия она ушла к маме, он вернулся туда со цветами, подарками, сказал, боже мой, я больше реально никогда так не буду. И она ушла, сказала, и мама ей, и все. То есть она потеряла все связи, так как она уходила, приходила, она не понимала, как в этих отношениях жить. То есть у нее представили, как ее просто. У них, я не понимаю, норма их семейной жизни, как там. У нее, она расстреляла все своих людей, и в тот день она осталась полной завязанной с детьми, в которых она рожала, да? Которые, мы говорим, троих, ну, с большими периодами времени. Она не вышла на работу, потому что идея работы вызывала на него такую апрессию, она боялась вызвать у него апрессию, так как она уже жила в этих отношениях достаточно долго. Она реально несколько лет вообще не играла ей в руках. Она сидела практически, сидела у заперстей. Он покупал ей все, простите, от нижнего белья он решал, нужны женские продукты или нет. Вот этот вопрос экономического насилия. Он этим, естественно, манипулировал. Она, в какой-то момент, она поняла, что он ее убьет. На тот момент, в 17 лет, она сняла домашнее насилие. И если насилие сначала происходило раз в год, а потом два раза в год, то потом же насилие, слава, происходило два раза в месяц, потом же три раза в месяц. И вот когда она ко мне пришла, насилие было, грубо говоря, раз в неделю. Причем, будучи человеком разумным и умным, он бил ее так, что на ней не оставался следов. А еще практиковал в душе. То есть он закрывал ее подушкой и держал. Никаких следов вообще. Может, не придерешься. Это человек дурак. То есть видите, он может контролировать. Он же понимает, что это нужно. И вот в какой-то момент, когда она поняла, что... Ну, то есть она попрощалась в неделю просто. Начала искать выходы. И она первая нашла, кстати, вот центр надежды. И уже оттуда она попала ко мне. Она очень четко передала. Она испугалась, что она ее убьет, и дети отправятся в дверь, потому что его посадят. Обычно они именно так и приходят. То есть они не за себя боятся. Они просто боятся того, что если убьют, дети ображутся в дверь. И это, наверное, было... Когда она пришла, это был человек просто уверен в том, что она стоместная. Серая, вот, худая женщина в этом полаконе. То есть ее в реальности не существовало. Она сама, мне кажется, была уверена, что она вообще в природе есть. Потому что он ей нарушил туру идею, что она полная ничтожества. Потому что он вообще не на что имела способна. И она это не транслитовала. Ну, когда он работал, он обычно работал и всегда в течение холода. Потому что если женщина реально думает, что он вообще все на психологической поддержке. И вот тут все пошло просто для этого. Психологическая поддержка настолько помогла, что она не просто благополучно начала. То есть она все, она же не мое решение. А, несмотря на все риски, она расторгла брата. Мы отсюбили у него квартиру. Мы отсюбили у него элементы. Благополучно, ну, скажем так, не просто, но все равно. То есть она реально стала участник БД. Она потом устроилась на работу. Сегодня это успешная женщина достаточно. Которая работает. Которая достаточно спокойно чувствует себя с тремя детьми. Этот человек вообще, наоборот, дом Борше не управляет. Все, он уже стал неинтересно. Если ведь ее не надо, дети выпадут. Хотя она не спрещала общаться с детьми. Она просто сказала, что я не буду в этих отношениях находиться. То есть встречаетесь на нейтральной территории без меня. Но ему это уже было неинтересно, соответственно. Поэтому Борше просто привыкается. Но, по крайней мере, сегодня она вышла из этих насильственных отношений. Ее дети не видят из этих насильственных отношений. И она достаточно часто живет. То есть она работает, все. А ей уже, ну, до 40, грубо говоря. Все, она, грубо говоря, говорит. Господи, 20 лет. Она, грубо говоря, 17 лет. Хотя все это реально решает. Когда она приходила, она была уверена, что вы были. Поэтому, да, это реально решает. Этого можно. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ